всем привет сегодня у нас 6 мая 2023 года раннее утро как ранее 9 часов температура примерно 6 7 градусов сегодня похолодало небольшой дождь моросит пасмурно поехал я снова на журчалку посмотреть все-таки найти этот родник может еще что-то интересное найду проехать дальше по дороге остановился тут между сосновкой журчалкой посмотреть на природу послушать птичек и пока гулял буквально за минуту на 10 квадратных метрах нашел вот такое количество мусора сейчас его конечно же соберу но вот так вот случайном месте леса останавливаешься и огромное количество мусора не мусорить и убирайте за собой вывозить из леса все что привезли а я поеду дальше времени у нас немного может начаться дождь артефакт древней цивилизации электрический столб без проводов и больше самое интересное что здесь никаких столбов нету он один здесь почему-то остался дождик накрапывает вот я снова приехал на хутор журчалка гуляю фактически поместье вот по месту бывшей деревне вот так если прямо идти на карте это отмечено как улица родниковая здесь находится единственный кирпичный домик домик охотников там все забито заколочено а я пойду прогуляюсь дальше по улице вот где-то здесь находились когда-то дома людей которые здесь жили идет мелкий дождь скорее такая морозь холодно плюс 6 плюс 7 градусов но все равно тут хорошо природа весна все цветет большое количество черемухи опять вот везде куда я бы не приехал везде цветет черемуха там внизу овраг сейчас я немного погуляю и пойду посмотрю где там родник находится ноги совсем мокрые стали здесь вот видны следы колес здесь наверное иногда все-таки кто-то проезжает вот здесь явно был какой-то дом или хозяйство площадочка ровная да везде наверное здесь что-то было кустарники растут вот я нашел свидетельство что здесь была когда-то деревня сгоревшие куски дерева столбы какие-то стоят здесь явно был двор хозяйство забор еще что-то на забор весь сгорел одни столбы остались ну да вот тут какой-то разрушенный сарай или что такое экскременты животных у здесь что-то много всяких бутылок пластик даже здесь намусорено какая-то наверно ямка какая-то здесь тоже ямка здесь как будто бы фундамент избы интересно о шина колесо пиво но тут по кустарникам видно где жили люди вот это наверно была улица лицевая страна может и наоборот даже не подлезть может быть там еще что-то внутри есть он там в глубине даже не разглядеть это так кусты разрослись это сирень он там банка алюминиевая черемуха да яблонька цветет много яблонь не встретилась по пути цветущего а вот там внизу в овраге там вода водой все заполнено и я чисто случайно боковым зрением увидел там табличка какая-то красненьким на белом что-то написано прям интересно как туда шмель цветочки опыляет улетел так спускаюсь в овраг смотрю что там за табличка запрещено у нас везде все запрещено ничего не нигде нельзя вот по центру кадра если присмотритесь табличка видно там написано ловля рыбы запрещено запущен малек штраф 5000 рублей это вот этом болоте ловля рыбы запрещено через меня большие сомнения доливает тут все завалено каким-то буреломом фактически это болото ну я прям не знаю чуть-чуть тут в чем ценность этого места там он вот куда я пальцем показываю там плотина находится две трубы торчат сейчас попробую туда доехать ну а лес как всегда красив в любую погоду все благоухает цветочки растут все тут прекрасно вот тут я еще нашел останки не знаю то ли хозяйство какое было то ли просто деревья поваленные тут прям заросли ужасный ой опять экскременты чита наверное тут хозяева лесов пойду-ка я отсюда подальше крыжовник или смородина опять черемуха ямка берлога медведя ух ё-моё нифига себе видали это какие-то какие-то перепелки серенькие с оранжевыми хвостиками или красными блин куда я попал так ну чё ребят нашел я тут для вас кое-что поинтересней удалось съехать буквально через пару сотен метров в этот овраг сюда прям есть дорога такая но будьте осторожны не на каждой машине здесь можно спуститься и не на каждой можно подняться что тут очень крутой свес вот я вижу эту плотину про которую говорил до этого здесь крайне небольшой поток воды и и раскопали разломали вот видно прямо что я сначала раньше когда-то сделали а потом ее раскопали назад все завалено как-то дерево спилена вот этот как будто бы даже недавно потому что смотрите она ходу зеленеет вот это дерево спилена но зеленеет и я такой уже не первый раз встречаю когда дерево спилена но все еще продолжает расти это как напишите комментариях когда могло быть спилена это дерево вот он пенек но она гнило и внутри вот плотину вот пруд вот какой-то шлагбаум здесь я не знаю бобры что ли какие-нибудь бывали расскажите тоже в комментариях вот это вот толща воды она может удерживаться бобровой плотиной ну как будто бы да как будто вон-то обгрызла там вот эти вот колья палки они обгрызаны по праве там он еще одна плотина такая вот экология и колесо валяется колесо медведа колесо медведа я потерял красивенькое место сети бутылка какая-то банка он там две трубы через них видимо штатном порядке должна сливаться вода но она сливается в нештатном не ну тоже как бы к логично если бобром дали тут поработать наверное это тоже хорошо там какой-то столик есть места для костра обвал грунта мангал консервы господи что это вообще такое короче короче не буду комментировать вот еще одна бутылка уху 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 какие-то завалы мусора это колеса блин вы чё зачем вы в лес привести колеса там какой-то мусор мешок здесь везде дубовые листочки красота такое вот место интересное по моему это речка белая и она течет в ту сторону образуя шалкиевский пруд в паре километров отсюда должен быть шалкиевский пруд напишите в комментариях вроде по карте получается что так а я поеду дальше искать родник родник по идее должен быть вот там там как раз этот домик кирпичный находится поеду туда ну в смысле через верх назад верну кстати в этом домике я тоже решил оставить отметочку о себе приезжайте забирайте денег на этот раз нет закончились съезжаю вниз к роднику дорога немножечко трудно и общаться я без а вот и он родник в августе когда здесь был буквально не доехал пешком можно было дойти но тогда уже темнело и я спешил вернуться назад пока совсем темно в лесу не стало здесь буквально три шага от этого домика родничок вот такой находится кстати судя по всему если смотреть по руслу то именно этот родник является источником вот это вот речушки которая белая куда течет в сторону шалкиевского пруда и вот там как раз находится этот пруд и там а домик находится вот здесь вот на вершине оврага еще тут довольно чистенько приятненько даже я видел кто-то оставил специальный мусор чтобы кто-то другой наверное забрал сейчас я тут тоже приберусь немножко тут какие-то видимо на мотоциклах любители покататься следы такие характерные а там ни один источник их два с этой стороны как бы светлый интересная природа у нас вообще труба кстати металлическая водку там кто-то давным-давно уже постарался ну здесь прям красота уютненько ничего лишнего нету никаких часовен никаких кон просто природа вот даже русло каменное такое бы немножко сказочное такое как будто бы с красивых открыточек здесь кстати бетонная плита ли интересно а мы сейчас туда камеру засуну их было бы эта пещера побольше может было бы туда пролезть вот такой вот слой леса так над этим родником находится вот почему-то в пасмурную погоду здесь как-то по-особенному особая атмосфера такая нету яркого солнца сейчас я достану банки специально привез чтобы наполнить водой а потом и спить чаю из этой водички березка такая растет прямо над руслом здесь не много нормальные люди здесь на машине что ли заезжали вообще мозгов нету по моему людей донести пять метров как бы ну совсем уже обязательно сюда заезжать да и 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 вот такое количество мусора я сегодня вывез и и с родника и по дороге собирал дальше у нас по оврагу продолжается такая дорожка решил ехать по ней я примерно знаю куда она вывезет в видео дорога на журчалку там я как раз заканчивается моя дорога и там получается типа перепутье нескольких дорог и леса вырубка леса скорее всего сейчас мы туда выйдем а и 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 если ехать все время дальше 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 то можно приехать в село Малый Труёв. Там я тоже снимал в прошлом году. И еще, возможно, по пути нам встретится урочище заброшенное село под названием Яхты Юл. Татарская бывшая. По-моему, переводится как Светлый путь или что-то такое. О, развилка из двух дорог. Куда поехать непонятно. Так. Вырубка. Пеньки. Табличка. Внимание! Вывоз леса. Будем внимательными. Кошмарное что-то творится. Надеюсь, это все законно. Ну, не такие уж и глухие тут места. Таблички вот попадаются разные. Ну, мы и не охотимся. Не очень-то и хотелось. И тут перепутья как бы между квартальными межквартальные проезды, просеки. Здесь вот такие вот штучки висят. Сейчас, наверное, набегут в комментариях типа Это нужная вещь. Мы вдруг заблудимся. Пластик. Стекло. Дары, скажем так, человека в природе. Вот еще бутылочка. У меня уже рук не хватает. Ну, и вот, кажется, конец нашего путешествия. Несколько километров до малого-большого Труева. Здесь вот такая вот вообще... У-у-у! Кусок глины отвалился. Буквально, мне кажется, вот только что здесь проезжал лесовоз. И я туда вообще не поеду, короче. Все, едем назад. Очень жаль. Здесь совсем болото. Вот теперь... Молини! Гл också! wк!